Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня у нас в студии известный российский журналист и медиа-менеджер Михаил Шахназаров. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Добрый день. Михаил Сергеевич, повестка, армянская повестка дает нам очень много поводов для анализа, для обсуждения. Эта неделя не стала исключением. И вот хотелось бы обо всем этом поговорить сегодня с вами. Протесты в Армении продолжаются, они затихают, продолжается все это последний месяц. И на это воскресенье назначил митинг. Митинг оппозиции, на котором лидер антипашиняновского движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что объявит имя будущего премьера страны. А вот как вы прокомментируете происходящее в Армении, вся эта ситуация? Ну, понимаете, в чем дело? Вот если облеченный властью человек, хотя человеком мне его называть тяжело, я имею в виду Пашиняна, а если он позволяет себе объявить войну в церкви, ну, то, в принципе, больше у меня вопросов к нему нет. Я понимаю, что там проблемы и с воспитанием. Взять вот этот последний демарш с приездом 8 мая в Москву, встреча с Владимиром Владимировичем Путиным и тот же отъезд в Ереван. То есть он не остался даже на празднование Дня Победы 9 мая, что характеризует его и как человека недалекого, скажем так, и как политика недальновидного. Но объявить войну церкви... Я, знаете, вот вспоминаю еще когда в детстве, в юношестве, я бывал в армянских семьях, обращал внимание на портрет католикоса Вазгена. То есть он практически был в каждой квартире. Я просто крещен в православии, поэтому я маленький мальчик спрашивал, а кто это? Мне объяснили, это глава армянской церкви Григорианской, Вазген, католикос. И вот уважение к лидеру церкви армянской, оно было безграничным. В каждом доме стоял этот портрет. Со временем, как я понял, процессы вот именно воспитания, процессы донесения до молодежи каких-то истин непреложных, они дали сбой благодаря таким, как Пашинян. Если он себе позволяет так обращаться к священнослужителям, я же видел, как его окружение, вот это быдло. Кто его окружает, это быдло. Это люди, которые не олицетворяют ни в коем случае армянский народ. А у меня такой вопрос. Значит, он понимает, что где-то можно допустить такое отношение к служителям культа? Ну, а иначе как это объяснить? Я вот просто уверен, что если бы в советское время кто-то позволил себе такое поведение в отношении священников, да, с ним бы разобрались очень коротко, вот просто коротко в Армении. А сейчас, сейчас премьер-министр позволяет себе откровенно хамские высказывания, позволяет себе поведение. Смотрите, вот то, о чем я говорил. Он, скажем так, тенец вот этого Соросовского гнезда, да, где правят бал те, кто поддерживает поход против христианства. И он один из них. Он один из них. Если армянский народ терпит вот это, то у меня тогда вопрос к армянскому народу. А насколько безграничное это терпение? Вот сейчас он пошел, реально пошел против святого. Я бы посоветовал армянам, которые, значит, занимают его сторону, посмотреть видеоролики из Украины. Помните, как кричали? Мы отстоим Лавру, мы не позволим им приблизиться к Лавре. Помните, как Александр Русик, известный вот этот, Олександр, боксер, говорил, да я стану грудью. Сейчас он грудью стоит за совсем другие символы и идеи. Отстояли они Лавру? Нет. Лавра осквернена. С точки зрения Пашиняна, он что, думает, что он действует политехнологически грамотно, или ему просто уже сам черт не брат, выражаясь контекстуально к этой всей ситуации? Пашинян понял, он поймал свою игру, как говорят. Он понял, что и мне простили это, мне простили вот это, мне простили заигрывание с Азербайджаном, мне простили трусливое, значит, поведение в отношениях с Азербайджаном, мне простили одну подлость, мне простили наглость, значит, простят и это. Вот проверю я их, возьму на слабо. Кстати, знаете, ничто не говорит о том, что его вот после этих заявлений просто порвут на какой-нибудь площади. Ну, в принципе, я понимаю, что это не политкорректно, но где тогда, вот где вера армянского народа, где вера? Ну, вот параллельно с протестами в Армении идет сдача четырех сел Тавушской области. И на фоне всего этого армянскими властями принимается решение убрать российские погранвойска на границе с Азербайджаном. То есть, прям буквально параллельно. Для чего это делается? При том, что власти заявляют, что не уверены, что агрессии со стороны Азербайджана не будет после этого. Ну, во-первых, агрессия будет. И серьезная агрессия будет. Просто, допустим, я же неоднократно говорил, что вот эти функции, которые ставят во главе лимитрофов, ну, маленьких таких государств, типа Латвии, Литвы, Эстонии, там, Молдавии, той же, кстати, Армении, им наплевать на свой народ, им наплевать на территории, им наплевать абсолютно на все. Да. Их ведет к полной победе над христианской верой, над семьей традиционной, над культурой, над всеми ценностями. Жажда наживы. Их так приучил Сорос. Теперь будет учить сын Сороса Александра, который к Ермаку отъездил сейчас на Украину, продолжать папина дело. Потому что он же фотографировался со старшим Джорджем, да? Вот. Поэтому эти села, это только начало. Это только начало. И вот эти заявления, две страны ОДКБ готовили интервенцию Азербайджана, это тоже из той же оперы. Он же врет. А врет зачем? Чтобы настроить народ Армении против России. А народу Армении промыли мозги не хуже, чем народу Украины. Но я же это вижу. Я же это вижу. Когда выходят вот эти малолетки и кричат, что Россия это первый враг. Ну дебилы. Ну вот как можно... Вас окружает Азербайджан, Турция, далеко не дружественная Грузия об этом говорю. Ну как можно кричать, что враг это Россия? Ну почитайте вы историю в конце концов. В комиксах почитайте историю. Не надо нырять так глубоко. Вы подошли к моему следующему вопросу. Вот тут был наезд, с позволения сказать, на церковь. А на этой неделе еще один инфоповод. Наезд, можно сказать, на Россию. Пашинян на неделе задал загадку с двумя неизвестными. Заявив, что знает, цитата, как минимум две страны, участвовавшие в подготовке нападения на Армению. Упомянул одну из стран, это Беларусь. А и все поняли, что вторая страна, это Россия. Как вы это прокомментируете? С одной стороны намекают на Россию, но с другой, при этом он не обостряет. Не делает это все ультимативно. Все это делает как бы и потом в кусты. Но вот ваше мнение? Могла быть это Россия? Вообще, что за намеки такие? Нет, ну, во-первых, когда делаются заявления такого характера, хорошо бы посмотреть на доказательства. Которых у него нет. У меня есть информация. Хорошо. Предоставь. Информация, знаете, откуда? Из МИ-6. Ему просто сказали, пойди скажи, что Россия и Белоруссия против тебя помогали Азербайджану готовить интервью. Он пошел и сказал. Для него МИ-6 это авторитет, безусловно, плюс инструмент влияния на него жить, боится. На этой неделе еще один инфоповод. Приезжал зам главы ЦРУ Дэвид Коэн и встретился с Пашиняном. Чем обусловлен такой интерес к Армении американского родоведведомственного, особенно на фоне продолжающихся протестов? И еще вдогонку вопрос, а вообще по рангу встречаться с заместителем ведомства, вообще так бывает президенту страны, не президенту, премьеру страны, с заместителем ведомства другой страны, пусть даже и супердержавы? Не, ну во-первых, Соединенные Штаты Америки и даже Европа показали свое отношение к Пашиняну давным-давно. Более клоуничного главу государства можно встретить только у этих прибалтийских лимитров. Ну это же клоун, ну а как к нему относиться? К нему так и относятся. Вы видели, как китайцы относятся к лидерам западных стран? Вот это отношение. Ни к ковровой дорожке в аэропорту, ни почетного караула, встречать какой-то заммэра, канцлера Германии. Вот это отношение. Вот так же относятся к Пашиняну, значит, те же американцы. И я что могу сказать? Не просто так же прилетают главы, то есть первые люди в таких организациях. Они прилетают, чтобы дать указания. Они прилетают, чтобы надавить, показать какие-то папочки интересные. Они дают ему... С протестами это может быть как-то связано, с протестами, которые проходят сейчас в Армении? Вот он приезжает, ему приехал из Штатов, замглавы ЦРУ. И сказал, так, это у тебя получилось, это у тебя получилось. Что-то мы тебя там пополнили, посмотри, можешь проверить. Теперь давай на церковь начинай гнать. Но если народ Армении терпит его... А у него, ладно, честно говоря, никаких иллюзий уже не питаем насчет будущего страны. А вот те генералы, которые обеспечивают его безопасность. Вот те, кто находится рядом с тем, какой-то Алан еще или Ален, не знаю, или кто там. Ален, Алан, Франсуа, да, тоже там наговорил что-то. Ну, это вот это село, которое называют нам в честь французских и итальянских киноактеров. Ну, это же цирк, ну. Они растут вот такими, закомплексованными идиотами, готовыми продать все на свете. Ален Симонян, что он там сказал, я не помню даже, просто следить за ними, что, дай бог поймите, когда протесты вот эти начались со стороны церкви, он там тоже что-то ляпнул. Я не помню даже. Не знаю. Какие-то в этом случае советы давать, но это бессмысленно, это пустое. Пустое. На стену горох. Еще раз говорю, вот эти вот протесты в Армении. Вот грузина, Кабахидзе, я имею в виду, молодец, просто красавчик с этим законом и на агентах. Ему уже угрожают. Вот пример, с кого брать нам. Там протесты, правда, были в другую сторону, но какие? Тоже промытая молодежь. Там пример, с которого надо брать пример. Вот пример, да, действительно. А это что? Этот готов сдать все. Тот готов бороться, несмотря на угрозы, да, несмотря на давление президента страны, которая там с потрохами продалась давным-давно, несмотря на какие-то санкции уже появились. Они борются за свой народ. Борются за свою территорию. Начали, правда, поздно немного. А этот все готов сдать. Я вам 4 селя сначала сдам, потом вам 8 селя сдам, потом Ереван, а какой Ереван? Это азербайджанская древняя территория. Ну, что ну? Ничего удивительного. На фоне этого полного декаданса будем оптимистами и посмотрим, что будет происходить в воскресенье. Спасибо вам большое за уделенное время и за интересное интервью. Спасибо. Спасибо.